Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги пророка Варуха. И мы читаем вторую главу. И исполнил Господь слово свое, которое Он изрек против нас и против судей наших, судивших Израиля и против царей наших, здесь продолжается как бы покаянная молитва, против князей наших и против всякого израильтянина и иудея, что Он наведет на нас великие бедствия, каких не бывало под всем небом, как сделал Он в Иерусалиме по написанному законе Моисеева. Что мы будем есть один плоть сына своего, а другой плоть дочери своей, и Он, то есть Господь, отдал их в подданство всем царствам, которые вокруг нас, на поругание и опустошение всем окрестным народам, между которыми рассеял их Господь. И мы оказались внизу, а не наверху, потому что мы согрешили перед Господом Богом нашим, не слушая глаза Его. То есть в этой покаянной мольбе нету как бы и тени на некое самооправдание. Виновны все, и израильтяне, и иудеи. Эти слова, они не синонимичны, в то время они означали выходцев из иудейского царства, где царями были потомки Давида, и выходцы из израильского царства, где были продолжатели дела нечестивого Ирваама, сына Наватого. И далее читаем шестой стих и ниже. «У Господа нашего правда», то есть не найдя оправдания для себя, то есть как признавая всецело свою вину, в то же время они говорят «У Господа, Бога нашего, правда», то есть Господь праве наказывать нас за те наши грехи, которые мы совершаем. «У Господа, Бога нашего, правда, а у нас и отцов наших стыд на лицах, как сегодня». И вот когда в России была гражданская война, и русские люди рассеялись по всему миру, они тоже испытывали чувство стыда за себя самих, что они не сохранили эту страну, потому что они не могли служить Господу с радостью и весельем, и Бог за это нас, русских, рассеял по всему миру. А сейчас, за последние 20-25 лет, значительно больше людей покинули нашу страну, чем в период гражданской войны, в 20-х годах XX века, и все это тоже происходит по нашему нечестию, и мы должны испытывать чувство стыда. И здесь сказано, что все окрестные народы будут против нас. И действительно мы видим, как сеть военных баз окружает нашу страну, и даже те окрестные народы, которые единокровны и единоверны нам, восстают против нас. И, конечно, чувство стыда должно касаться нас, как оно касалось и этих иудеев, и израильтян, когда они переживали такие тяжелые и трагические времена. Седьмой стих. «А все те бедствия, какие Господь изрек на нас, постигли нас». Господь, что это, изрек в Писании. Далее, восьмой стих. «Мы не молились пред лицом Господа, чтобы Он отвратил каждого от помышлений, злого сердца Его». То есть, если они молились, они молились, чтобы Господь избавил от врагов. Но они не молились о том, чтобы Господь избавил бы их от внутренних грехов, очистил бы их сердца. И в этом была их серьезная ошибка. Девятый стих. «И Господь наблюдал над всеми бедствиями и навел их Господь на нас, ибо Господь праведен во всем, что заповедал нам». То есть, Господь уже ранее все это заповедал, все это рассказал, что их постигнет, в каком случае Он их сгонит с их собственной земли. Десятый стих. «Но мы не слушали глаза Его, чтобы ходить в повелениях Господних, которые Он дал пред лицом нашим». Действительно, повеления Божьи давались не скрыто, а открыто пред лицом всего народа, когда весь народ стоял под святую горою в одне Моисея и слышали даже голос Бога. Далее идет молитва об избавлении и помиловании. «И ныне, Господи Божий, Израилев, Ты, Который вывел народ Твой из земли египетской, рукою крепкой, знамениями, чудесами, и силою великой, и мышцей высокой, и сотворил себе имя, как сегодня, согрешили мы, поступали нечестиво, неправедно против всех установлений, против всех уставов Твоих, Господи Божий наш». То есть у этих людей раскаяния, что они ничего не соблюдали, ничего не исполняли. «Да отвратится от нас ярость Твоя, ибо мало осталось нас среди народов, между которыми Ты рассеял нас». Имеется в виду, что многие ассимилировались, многие забыли о своем Боге, а многие просто физически не вынесли страданий и умерли. «Услышь, Господи, молитву нашу и прошение наше, и избавь нас ради Тебя, и дай нам милость пред лицом тех, которые переселили нас, дабы вся земля познала, что Ты, Господь, Бог наш, так как имя Твое наречено на Израиле и роде Его». То есть они очень переживают, они надеются, что Господь ради себя самого может их помиловать. Что значит ради себя самого? Потому что Господь клятвенно обещал Аврааму, например, Господь клялся самим собою, что он не оставит его потомков. Далее 16 стих. «Презри, Господи, от Святого Дома Твоего, и вспомни о нас, и преклони, Господи, ухо Твое, и услышь». То есть под Домом Божьим здесь имеется в виду уже не Иерусалимский храм, а небесный престол Бога. «Открой очи Твои, посмотри, потому что не мертвые в Аде, которых Дух взят из внутренности их, воздадут славу и хвалу Господу, но человек скорбящий о великости бедствия, который ходит поникше и уныло, и глаза потусклые, и душа алчущая, воздадут славу и правду Тебе». Душа алчущая и жаждущая. Этот образ мы встречаем в книге пророка Божия Сафрония и также в Нагорной проповеди Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сейчас тоже очень много людей, глаза которых потусклые и душа алчущая. Но многие современные нам такие люди, они даже не понимают характер этого алкания внутреннего. Просто они свидетельствуют о том, что их уже ничто не радует, ничто не удовлетворяет, какое-то смятение, какой-то внутренний страх и какое-то общее оцепение. Потому что душа, она по природе христианка, как говорил учитель церкви Тартулиан, и по-настоящему она может пробудиться, ожить, насытиться только в Боге и с Богом. И далее мы читаем 19 стих и ниже «Не по правдам отцов наших и царей наших мы повергаем моление сие пред лицом Твоим, Господи Божий наш». То есть и наши отцы, и наши цари вели себя неправильно, и мы не можем как бы и от их имени требовать чего-то для себя. 20 стих. «Ибо на нас Ты послал ярость Твою и гнев Твой, как говорил Ты через рабов Твоих, пророков, так сказал Господь, склоните плечи Ваши, чтобы работать царю Вавилонскому, и будете жить на земле, которую Я дал отцам Вашим». Это прощество Иеремии здесь приводится. «А если не послушаете гласа Господа, чтобы служить царю Вавилонскому, я сделаю то, что исчезнет в городах иудейских и окрестностях Иерусалима голос веселья и голос радости, голос жениха и голос невесты, и не будет на всей этой земле следа обитающих». В первом случае цитата дается по 27-й главе пророка Иеремии, в втором случае по 38-й главе и 7-й главе пророка Иеремии. Пророк Иеремии был очень непопулярный в своем народе пророк, потому что он действительно говорил, что «Не надейтесь, ваша страна будет разрушена, святой город будет разрушен, святой храм будет разрушен, а вы будете уведены в плен». И в наше время люди более охотно внимают пророчеством о том, что мы скоро все возродимся, что мы станем какими-то совершенными людьми. я помню, что в советские времена говорили так, «Если вот колокольня Ивана Великого зазвонит, это будет возрождение Руси». Ну, звонила уже колокольня Ивана Великого и не один раз. Или некоторые говорили, «Вот если царя канонизируют, все, Россия возродится». Царя канонизировали, святой царю мученичей, статерчей Николой, моли Бога о нас. Но мы-то не изменились, мы-то не стали лучше, чтобы пережить возрождение, настоящее возрождение. Поэтому те люди, которые говорят такие вещи, они просто манипулируют сознание. 24 стих, «Но мы не послушали гласа твоего, чтобы служить царю Вавилонскому». То есть, они отказались покориться Вавилону, а это была неизбежность в той ситуации, и пророк Иремия об этом говорил. «И ты исполнил слова твои, которые говорил через рабов твоих, пророков, что вынесены будут кости царей наших и кости отцов наших из места своего». И у нас в России тоже останки святых выносили на общее обозрение, кости царей открывали. Говорят, когда большевики захватили Кремль, а Кремль кто защищал-то? Мальчишки, юнкера, потому что все взрослые офицеры сидели по домам трусливо. И вот, когда большевики захватили Кремль, после того, как обстреливали его тяжелой артиллерии, они бросились в царские гробницы. Они думали, сейчас вот откроют гробницы царей, там золото, серебро. А когда открывали, они видели кости и истлевшие монашеские одежды, потому что наши цари и великие князья перед смертью принимали монашеский постриг, их хоронили, как смиренных иноков. И вот они заброшены на дневной зной и ночной холод, а умерли они от злых болезней, от голода, от меча и изгнания. Ты оставил дом, на котором наречено имя твое, это имеется в виду Иерусалимский храм, храм Соломонов, как сегодня за нечестие дома Израилева и дома Иудина. То есть по аналогии храмы на Руси рушились, не потому что кто-то хотел их разрушить, а за нечестие нашего народа. Так и здесь сказано, ты оставил дом, на котором наречено имя твое, то есть храм, как сегодня за нечестие дома Израилева и дома Иудина. То есть не какие-то там инородцы смогли разрушить храмы, а мы разрушили их, имеется в виду, своим нечестием, а инородцы, они просто как бы исполняли эти божьи суды над нами. 27 стих и ниже. И ты, Господи Божий наш, поступил с нами по всему снисхождению твоему и по всему великому милосердию твоему, имеется в виду, что жизни-то сохранены были многим, как сказал ты через раба твоего Моисея в тот день, в который повелел ему написать закон твой пред сынами Израиля, говоря, если вы не послушаете глаза моего, то это великое и многое множество народа обратится в малые среди народов. То есть мы будем вымирать, у нас смертность будет превышать рождаемость, а другие народы наоборот вокруг нас будут плодиться и размножаться. И если так пойдет, то вскоре эти народы захватят наши земли. То это великое и многое множество народа обратиться в малые среди народов, между которыми я рассею их. Я знаю, что они не послушают меня, ибо они народ упрямый, это говорит Господь, но они обратятся к сердцу своему, в земле переселения своего и познают, что я Господь Бог их. То есть когда они будут уже на грани вымирания, в земле изгнания, они в дух сердца своем обретут веру в Бога и принесут покаяние. И далее Господь говорит, и я дам им сердце, и разумеют, и уши, и услышат, и будут прославлять меня из земли переселения своего и вспоминать имя мое и отвратятся от упорства своего и о злых дел своих, ибо вспомнят путь отцов своих, согрешивших пред Господом. И мы тоже должны помнить путь отцов наших, которые согрешили перед Господом, и за это Господь попустил уничтожение русского царства. И я возвращу их в землю, которую склятву и обещал отцам их, Аврааму, Исааку и Якову, то есть подлинным отцам, которые были праведными святыми, а не тех, которые навлекли гибель на нашу землю, и они будут владеть ею, то есть Бог вернет их, и умножу их, и не уменьшатся, и поставлю с ними вечный завет в том, что я буду их Богом, а они будут моим народом, и более не изгоню народа моего Израиля из земли, которую дал им. И действительно, друзья, в законе Божьем так и говорится, да, рассею, да, уничижу, но милости своей не отниму от них. И действительно, как русские люди, рассеянные по всему миру, ну, ни один народ так не рассеян. Сейчас русское рассеяние более значительно, чем еврейское рассеяние, хотя традиционно евреи как бы народ рассеяния. Мне приходится бывать в других странах, далеко от России, и везде я нахожу русских в рассеянии. но когда даже из этого рассеяния люди вспомнят о Боге, о вере отцов, которые были праведны, и о нечестии отцов, которое навлекло это нечестие гибель на русское царство, вот тогда может произойти раскаяние и возможность вернуться в нашу страну, возможность обрести ее, если не и в формате прежнего величия, то хотя бы в благочестии. Академия .